доброе утро сегодня у нас традиционный турецкий завтрак поглядите красоту мяса уже нету потому что вот этот пассажир маленький миссис милиса съела уже всю колбасу да как у нас вид музычка вообще атмосфера кайф есть один минус в плане того что не погода не очень поэтому на шарах мы не сможем прокатиться но мы сегодня планировали мы планировали это сделать завтра вот мяченок турецкий пожалуйста пронесли все по классике по традиции до милиса ты еще что-то будешь всю колбасу схавает сегодня смотрите-ка в общем на завтрак он приносит много-много маленьких тарелочек тебя не спрашивают что ты будешь есть и просто приносит то что уже не на удивление здесь было мало мяса то здесь была ветчина какая-то и колбаска и хорошо что у нас песик ходит один и все это ему слили остальное все нейтральное варенье мед нутелла сметана еще а также есть после сладкой составляющей у нас есть солененькие всякие штучки оливки картошка фри даже вот оладушки принесли арбуз сыр и хлебушек казалось бы вроде бы небольшой завтрак но ты типа наедаешься ты царский прям затарилась кофеечком и мы идем сегодня в долгий путь мы идем крепости пещерам опачки а кто-то себе хату нашел здесь уютненько вот даже кровать матрасом есть это трешка получается как-то даже четверушка я думаю что это место предназначена именно для меня лестница вот такие вот построечки у нас замечательные тут все приезжают видимо фоткаться популярное место для свадебных фотографий сейчас я вам покажу как выглядит это пещера внутри вот ножнички в руках она говорит можно вам внутрь типа смотреть сейчас нас проволоку сейчас нас закинут туда и будем сидеть в полгребе лопатами себе выкапывать яму я вот только что с той стороны показывал а вот как это изнутри выглядит полочки есть вещи складывать так это стеллаж для вас получается их дом вот так вот выглядит в среднем внутри ну типа дом как живут люди да вот еще есть подсобочка в которой мне кажется спрятаны такие же как мы люди которым очень интересно блин тут конечно вот все выглядит как реально декорации понаставили люди так живут реально это прям супер суперистически смотрите какой стеллажик милый все это вот если пройти в пещеры чуть в сторону открывается вот такое вот вид а если еще закат вот как вчера например это просто пиздец сердце может остановиться вот стульчик стоит специально да не скажу что нам очень повезло с погодкой пошел дождь но это все не становится менее красиво и но было бы наверное прикольный комфортней ходить когда дождь не капает на тебя ну и конечно хотелось бы хотя бы один денек увидеть прям в солнечном состоянии будем ждать смотреть а пока наслаждаемся хуями виды здесь конечно невероятно зацените вот здесь нашла кусочек который такой нежно-розового цвета здесь здесь есть голубая долина розовая зайдем с вами в пещерку я вижу здесь окно пойдемте вместе опачки добрый вечер тут кто-то и вправду живет без приглашения конечно я надеюсь здесь никто не спит тут себе вот строят окна посмотрим что мы имеем низкие потолки смотрите вот окошечки маленькие маленькие тюремные чтобы просто наблюдать что там происходит в городе даже для меня здесь низко но уютненько и вот такое ощущение вот я иду в ботинках и нет такого ощущения что подо мной огромный камень такое ощущение что здесь что-то будто пластиковое вот вам пенопластовый диван ну и основное это видимо дверь с охуевшим видом так интересно вообще смотрите здесь есть вот такая развлекуха на самом верху называется качели и можно вот так вот опачки покачаться единственное блять у меня камера сейчас в сумке снимала миллион лет она скоро сядет и я не знаю что делать все покачались и пошли дальше мы направляемся сейчас Учхесар Учхесар это вот этот городок и прикольно вы идете вдоль дороги можете встретить какого нибудь дяденьку который вам предложит сливу или яблоко можете ему задонатить там одну лиру ну и собственно получить доз витаминок заебись а еще удобно что без одного города можешь другой пешком пройти вот Гюреме вот Учхесар куярим дальше таки вот постройки встречаем на своем пути о нихуя здесь можно пройти это наверное кто-то строил отель и не достроил его тут кстати прохладно блин надеюсь у меня камера еще не сядет потому что будет вообще пиздец хуя у них тут на самом деле хоромы пиздато сейчас на улице жарко очень здесь очень хорошо прохладно так там вниз можно вот пойти блин ну это просто столько сил нужно все эти проходы сделать конечно погода здесь меняется просто по щелочку пальца то прохладно дождь хуярит то дикая жара поэтому комфортной одежды для этого городка нет и вот такой вот пожалуйста у вас вид что за чудеса ну везде естественно заманиваю посмотреть на сувенирчики ну точнее купить их мне очень вот это помещение понравилось поэтому хотела вам показать как все аккуратненько мило красиво прям хочется все купить ковры прекрасные охренительная работа small carpet beautiful 100% вот такие вот пиздатые ковры вы можете постелить у себя дома а это шелковые да очень красивые ковры ух very very beautiful охуенный просто it's more expensive I think но ковер я вам скажу просто пиздец крутой вот кто хочет мне сделать подарок я хочу себе такой шелковый ковер 450 долларов в общем ладно я не буду вам снимать ковры еще посмотреть город надо а то камера скоро сядет короче пиздато снимаю быстро по чуть-чуть чтобы хотя бы что-то было видно вот такая вот огромная пещера многоуровневая видите красиво со стороны выглядит пойдемте дальше вот они прекрасные пещеры внутри все очень хорошо много места можно пройти в кухню например здесь вот огромная пещера здесь прям лежала бы наверное богатая семья потому что место здесь дохуище вот пожалуйста вот такая вот скала это прикиньте из одной большой скалы из нее сделали целый город в той стране очень мало зелени получается деревьев то есть он получается бело-розовый такой город а вот если сюда посмотреть здесь уже открывается мне кажется более насыщенный вид сами вот эти холмы розово-песчаные да и плюс еще зелень на контрасте смотрится очень круто бедные малыши их эксклассируют к сожалению ребята стоят хотят идти а их никто не пускает даже чехол к жопе прикрепили чтобы какашки падали ну как бы в сумку интересно кому потом эта сумка достается привет сладкий красивый жалко так у меня есть фотка на верблюде где я прям блять стою на нем пиздец из Израиля чесаться пусть красивый такой не катайтесь здесь здесь уже открывается вот какой огромный пиздатый вид то есть люди жили прям вот в стеночках это насколько глубоко нужно было рыть вот эти вот ямы проходы это просто вековая работа мне кажется здесь вот прикольно то что уже такой базарчик магазинчики можно купить ковры и всякие сатуэточки естественно а еще здесь слышно пиздатый гром потому что здесь меняется каждые три секунды блять погода так что слышно уже гром издалека короче блять моя камера села поэтому вторую камеру используем хотела сказать отдельную тему что ты вот поднимаешься уже на второй этаж в этой пещере находясь сейчас мы покажем кадр как у иена здесь находиться потому что пока ты идешь идет аромат теплых булочек и ты думаешь откуда а потом поворачиваешь голову а там вот это вот просто идешь как раз таки хочешь есть потому что уже нагулял аппетит и опачки аппетит блинчики вон хуяля наверное у людей были проблемы с носоглоткой скорее всего потому что жить в пыли это наверное не самое клевое как интересно еще в туалет когда ходили типа это нужно выходить на улицу срать там и возвращаться потому что если срать в доме то будет вонять все короче очень удобно начался дождь а мы уже в убежище правда тут есть один минус здесь меняется саньем и розетка есть можно зарядиться это обновленная версия пещеры здесь есть посмотрите можно свет включить ну и так же можно зарядить телефон те блинчики до сих пор у меня в голове ковры лежат говорю можно на них посидеть или пропылесосить тут даже вот кстати трещины пошли между прочим нехуёвые такие мне кажется в скором времени верхушки уже сам не знаю и кстати это может произойти в любой момент даже сейчас она просто очень голодная поэтому это очень вкусно было очень атмосферно поэтому стоит зайти в этот уголок даже если вы не хотите есть блин сама атмосфера просто они так еще раскатывают все это тесто все свежее но без мяса это немаловажно мимо не пройти посмотрите какие цвета походу проходит 15 долларов за 25 лир вы можете взять кусочки сушеных труб это очень вкусно и у меня конечно привлек очень свет очень и есть еще очень вкусные орешки в кунжуте я думаю мы их тоже и вот пенапоний сезам араракис сезам в холодным Проходим мимо сувенирной лавки, значит, я вижу эти замечательные яички, а здесь вот маленький дилер стоит, и как тут, блять, не взять все яйцо за 5 лет, вот я сижу, выбираю, сейчас сломаю, что, черное яйцо взять или серое, они все красники, есть коричневые, черное я еще не пробовала, ну, все в природе, я бы взяла серый, потому что я здесь много в серый переодеваюсь, девочка уже заебалась за это, да, возьми это уже яйцо, го Ну, в общем, как видите, с погодкой нам не повезло, за окном идет дождь, и он походу затяжной, и походу шары наши укатились, улетели, и нам просто не повезло с погодой. Но не будем расстраиваться, есть время поработать за компьютером, а за компьютером, на самом деле, дохерища, чего нужно сделать, видосы, фотки, все накопилось, мы ничего не сделаем, в этом только единственный плюс, но с другой стороны минус, то, что, скорее всего, у нас не получится погататься на шарах, поэтому, что погода желает оставаться лучшей. Субтитры создавал DimaTorzok